Праздник обновления Спасибо. Кто знает, где именно упоминается, те, кто думает, что упоминается, где он упоминается, в каком месте? В пророческих или в апостольских писаниях? В Евангелиях слышу. Так, так, спасибо. В чем смысл этого праздника? И имеет ли смысл отмечать его сегодня, праздновать его сегодня? Моя проповедь сегодня просто называется «Праздник обновления». И в отведенное время, конечно же, нам не обозреть всего материала, который на эту тему доступен. Моя задача сегодня – заложить определенные основы. Итак, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 22 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 22 стих. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». Итак, праздник упоминается, праздник обновления. Была зима. Кто подскажет, когда начинается зима? Так, так, в зависимости от местности, от широты будет разный ответ, правда? Что для меня было интересно обнаружить, что слово «зима» в подлиннике, в греческом «хеймон», оно переводится словом «зима» не всегда. Вот интересно, сможете ли вы отгадать, какое слово является переводом этого термина в синодальном переводе в Евангелии от Матфея, 16 главе, в стихах 2 и 3. Матфея, 16 глава, стихи 2 и 3. Он же сказал им в ответ, «Вечером, вы говорите, будет вёдра». Что такое вёдра? Ясная погода, потому что небо красно. А поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Где здесь у нас зима прячется? В каком слове? Ненастье, верно? То есть вот это вот слово «хеймона», оно переводится здесь как «ненастье». То есть плохая погода, ясная погода, пасмурная погода или ненастная погода. Ещё один отрывочек, Деяния апостолов, 27 глава, 20 стих, Деяния 27, 20. «Но как многие дни не было видно ни солнца, ни звёзд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению». Где здесь зима? Буря. Верно. То есть термин «хеймон» используется в оригинале для обозначения ненастной погоды. Ветер, ураган. И в зависимости от того, где человек живёт, эта ненастная погода по-разному выражается. Вот сегодняшний день, как бы вы определили, сегодня зима или нет? Точно зима. Точно зима. Где-то это снег, где-то это лёд, где-то это осадки в виде мокрого, незамёрзшего дождя. Но вот суть в следующем. Была зима. Зимой вот в той местности обыкновенно на сезон дождей начинается, как и у нас. В этом смысле вот наша широта в районе Большого Сиэтла, с Иерусалимом, похоже, что осенью начинается сезон дождей. Зима, как нас учили в школе, меня учили в школе, начинается 1 декабря. Там зима намного раньше. Это где-то вот конец сентября, октябрь, может быть, конец октября начинается зима. Вот-вот это время описывается здесь. Что мы узнаём? Что зимой был праздник. И этот праздник называется праздник обновления. Что это такое? Что такое обновление? Когда мы смотрим иные переводы этого текста, то вот, например, в переводе Стерна написано, «Затем в Иерушалайме наступила Ханука». Знакомое слово? «Затем в Иерушалайме наступила Ханука». Так Стерн переводит праздник обновления. Если мы смотрим в подлинник, то в оригинале мы найдём термин «энкайния». И он используется всего один раз в оригинале апостольских писаний в Новом Завете. Вот в этом месте, Евангелие Теона 10.22, «энкайния». Что это такое? Чтобы помочь, мы обратимся к септуагинте. Кто напомнит быстренько, что такое септуагинда? Это греческий перевод Танаха, так называемого Ветхого Завета. И вот в греческом переводе это слово в септуагинте четыре раза используется. Быстренько прочитаем. «Ездры, 6 глава, стихи 16 и 17». «Ездры, 6 глава, 16 и 17». «И совершили сыны Израилевы, священники, и левиты, и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего Дома Божия с радостью. И принесли при освящении сего Дома Божия сто волов, двести овнов, четыреста агнзов и двенадцать козлов, в жертву за грех, за всего Израиля по числу колен Израилевых». Каким словом здесь переведено обновление? Как здесь энкайния? Дважды. Освящение. То есть этим термином энкайния, обновление, обозначено торжество, посвященное посвящению Дома Божия, храма в Иерусалиме. И в эпоху Ездры – это описание храма так называемого Зарававеля, храма, построенного после возвращения из Вавилонской эпохи, Вавилонского плена. Еще два упоминания. В книге «Неимии» 12 глава, 27 стих. «Неимии» 12 глава, 27 стих. «При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех местных, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословием и песнями при звуке кимвалов, псалтерей и гуслей». Дважды снова здесь используется этот термин. В греческом септуагенте энкайния и переведено как «освящение». «Освящение», а в древнееврейском, соответственно, в оригинале это ни больше, ни меньше «ханука». То есть «ханука» – это именно «посвящение чего-то». А греческий термин дословно означает «обновление» или «предание нового», «нечто новое». «Посвящение», «освящение», «начало», по-английски «dedication». Вот, если коротко, смысл названия этого праздника. «Посвящение», «освящение храма». В честь чего этот праздник появился? Какова его история? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно будет обратиться к вне библейской литературе, то есть к так называемой неканонической литературе. Первая книга Маковейская, четвертая глава, стихи с 36 по 59, рассказывает о том, как было дело. Эта книга не является частью канона, никогда не была частью библейского канона, но она интересна с исторической точки зрения, потому что содержит ряд точных исторических сведений. Итак, вот история зарождения, происхождения праздника Хануки. «Иуда же, Иуда Маковей и братья его сказали, «Вот враги наши сокрушены, взойдем очистить и обновить святилище». И собралось все ополчение, и взошли на гору Сиона». Кто уже Хануку увидел? Какое слово здесь является Ханукой? «Обновить святилище» – предыдущий 36 стих. «Взойдем очистить и обновить святилище» – «энкайния» по-гречески. «И собралось все ополчение, и взошли на гору Сиона, и увидели, что святилище опустошено, жертвенника сквернен, ворота сожжены, и в притворах, как в лесу или на какой-либо горе, поросли растения, и хранилища разрушены. И разодрали они одежды свои, плакали горьким плачем, и сыпали пепел на свои головы, и падали лицом на землю, и трубили вестовыми трубами, и вопили к небу. Тогда отрядил Иуда мужей воевать против находившихся в крепости, доколе не очистить святилище. И избрал священников беспорочных, ревнителей закона. Они очистили святилище, и оскверненные камни вынесли в нечистое место. Потом они рассуждали об оскверненном жертвеннике всесожжения, как поступить с ним. И пришла им добрая мысль разрушить его, чтобы он когда-нибудь не послужил им в поношении, так как язычники осквернили его. Кто подскажет, чем? Принесли свинью в жертву, и не только свинью, многих иных животных. Это все эпоха Антиоха IV Епифана, это II век до н.э. И разрушили жертвенник, этот оскверненный, и камни сложили на горе храма в приличном месте, пока не придет пророк и даст ответ о них. Что делать с этими камнями? Взяли камни целые по закону и построили новый жертвенник по-прежнему. Потом устроили святыни и внутренние части храма и осветили, снова наше слово, притворы. Устроили новую священную утварь и внесли в храм свешник, как его по-другому называют? Да, минора, семисвешник. И алтарь всесожжения эфемиамов и трапезу. И воскурили на алтаре эфемиам, и зажгли светильники на свешнике, и осветили храм, и положили на трапезу хлебы, и развесили завесы, и окончили все дела, которые предприняли. В 25-й день 9-го месяца, это месяц Хаслев, имеется в виду, естественно, лунно-солнечный календарь, это месяц Хаслев, 148-го года встали рано и принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжений. В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновлен он, снова Ханука, снова наш термин, обновлен он с песнями, с цитрами, гуслями и кимвалами, и весь народ падал на лицо свое и молились, и высылали благодарение на небо благоспешившему им. Так совершали обновление жертвенника восемь дней с весельем, принося всесожжения и вознося жертву спасения и хвалы, и украсили переднюю сторону храма золотыми венцами и щитами, и возобновили ворота и хранилища, и сделали для них двери, и была весьма великая радость в народе, и отвращено было поношение язычников. Это первый документ, первое письменное свидетельство о празднике обновления. Это было когда? Следующий стих 59. «И установил Иуда и братья его, и все собрание Израиля, чтобы дни обновления, дни Хануки, жертвенника, празднуемы были с весельем и радостью в свое время каждый год восемь дней». Каждый год 25 дня, 9 месяца, месяца Хаслева, с тех пор празднуется Ханука. Еще один документ, Вавилонский Талмуд, раздел Шаббат 21b, говорит, «Когда греки вошли в храм, то осквернили все масло, которое там находилось, а когда династия Хашманаема крепла и победила их, то нашелся только один кувшинчик с маслом, запечатанный печатью первосвященника, и было в нем масла достаточно только на один день горения. Но произошло чудо, и зажигали от него восемь дней. На другой год эти дни сделали праздничными, постановив читать восхваления и благодарения». Вот это небольшой фрагмент, два исторических документа, которые рассказывают о появлении, о происхождении праздника, обновления праздника Хануки, праздника посвящения, праздника, обновления храма. И вот теперь вопрос. Каким было отношение Иисуса к этому празднику? Как реагировал Он? Праздновал ли Иисус Хануку? Праздновал ли Иисус праздник обновления? Чтобы на этот вопрос ответить, нужно поставить иной. А как мы вообще можем знать, откуда вообще нам может быть известно, какие праздники Иисус праздновал? Что в евангельском тексте может быть свидетельством о том, что Иисус праздновал то или другое? Если вы зададите в поисковике термин «праздновать», то он ни разу не встречается в описании жизни Иисуса. Но тогда вопрос. Праздновал ли Иисус Пасху? Праздновал ли Он праздник Седмит, Кухи и иные предписанные Богом праздники? Есть ли праздновал? Откуда мы об этом знаем? Что является в евангельском тексте указанием на то, что Иисус праздновал тот или иной праздник? Он приходил в Иерусалим. Иисус не родился в Иерусалиме. Он родился на северной окраине. Он не был жителем Иерусалима. Но когда Он праздновал праздник, Он приходил в Иерусалим. И вы можете прочесть об этом в Евангелии Теана, например, во 2 главе, в 23 стихе. И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Праздник Пасхи Иисус идет в Иерусалим. 5 глава, 1 стих. Иоанна 5, 1. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. 7 глава, 11 стих. Иудеи же искали Его на празднике и говорили, где Он? Это описывается праздник Кущий. То есть, знать, что Иисус что-то празднует, можно по Его появлению в Иерусалиме. И более того, по Его появлению где? В храме в Иерусалиме. Нету иных указателей, нету иных маркеров, нету иных способов узнать отношение Иисуса к этому празднику. Итак, праздновал ли Иисус Хануку? Ивангелия Теана, 10 глава, стихи 22-23. Ивангелия Теана, 10 глава, 22-23. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. Ну, настал, ну, зима, ну, ненастье. И что тут? И следующий стих говорит. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. То есть, на праздник Хануки Иисус сделал то же, что Он делал на другие праздники. И на Пасху, и на Пятидесятницу, и на Кущи, и на другие праздники. То есть, мы находим, что Иисус Христос отмечал, Иисус Христос участвовал, Иисус Христос был там, где находился Божий народ, в то время, когда был праздник Хануки. И Иисус Хануку праздновал. В чем же смысл этого праздника? Повторюсь, мы сегодня сильно ограничены во времени, и поэтому мы сможем глянуть только базовые-базовые значения. Во-первых, на материале 10 главы Евангелия Теяна. Дело в том, что когда Иисус приходил на какой-либо праздник, Он всегда на этом празднике проповедовал. И когда мы смотрим, о чем Он говорил, чему учил, о чем проповедовал, то Его слова всегда тематически были связаны с праздником. И вот 10 глава Евангелия Теяна, которая описывает, как Иисус Христос пришел на праздник Хануки, вот что она рассказывает. Читаем стихи 24, 25, 37, 38. 10 глава, 24, 25, 37, 38. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты, Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне». 37, 38. «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем». о чем Христос говорит на праздник Хануки? о Божьих делах. О Божьих делах, которые творил Он, и которые были доказательством и свидетельством того, кто Он есть. То есть, какие дела имеются в виду? Чудеса. Чудеса, творимые Иисусом, были доказательством того, кто Он. «Не верите Мне, верьте Моим делам», – говорит Он. На праздник Пасхи Иисус говорил о жертве, Он говорил о крови, Он говорил о прощении. А на праздник Хануки Иисус говорил о Божьих делах, о Божьих делах, которые Он творил. Читая дальше, в этой 10 главе мы находим стихи 40 по 42. «И пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн и остался там. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие тому веровали в Него». Какая тема снова? Тема чудес. Иоанн не творил чудес, Иисус, напротив, творил чудеса. И это было доказательство, это было исполнением пророчеств оба Иисусе. «Скажи нам прямо, Христос ли ты, Мошех ли ты, Помазанник ли ты, Мессия ли ты?» Христос говорит, «Вот, посмотрите на дела, которые я творю». Это очень похоже на вопрос, который ученики Иоанна однажды пришли спросить. Иоанн, находясь в темнице, послал своих учеников сказать, «Ты ли тот, который должен прийти, или другого нам ожидать?» Помните ответ Иисуса? «Идите, расскажите, что вы видите и слышите». «Слепые видят, прокаженные очищаются, хромые ходят, мертвые воскресают, и блажен, кто не усомнится, кто не соблазнится обо мне». Каков ответ Иисуса? Дела, Божьи дела, Божья сила, Божьи чудеса. В моем служении они рассказывают о том, кто я есть. Итак, Иисус Христос на праздник Хануки говорит о том, в честь чего праздник Хануки был учрежден. А именно, Ханука празднует чудо, Ханука празднует Божью силу, Ханука празднует Божью победу над его врагами, Ханука празднует Божьи дела. И именно об этом говорит Иисус Христос. Помимо этого, когда мы задаем вопрос о смысле праздника, помимо Божьих дел, помимо чудес, вот что еще хочу отметить в завершении. Послание к евреям, 9 глава, стихи с 18 по 21. Послание к евреям, 9 глава, стихи с 18 по 21. «Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону, взял пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленую и с сопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, которую заповедал вам Бог, также окропил кровью и скинью и все сосуды богослужебные». В начале проповеди я упомянул, что «энкайния», это слово существительное, встречается в апостольских писаниях в оригинале только один раз и четыре раза в септуагенте. Но вот есть это же самое слово в форме глагола. И звучит так оно «энкайнизу». Тот же термин, тот же корень в форме глагола. И это слово используется в оригинале апостольских писаний два раза. И вот здесь одно из таких употреблений. Кто из вас его услышал? Как здесь это слово переведено? Посмотрите, пожалуйста, на 18 стих. Евреям 9,18. Как вы думаете? Где здесь Ханука? Где здесь посвящение? Да, кто-то сказал «утвержден». То есть, вот этот глагол «энкайнизу» описывает что? Утверждение, посвящение, обновление, ратификацию, предание легальности, действительности, завета. Описывается время, когда народ посвятил себя и посвятил святилище. Потому что дальше написано у нас в 9 главе стих 21. «Также окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные». То есть, это было посвящение святилища, это было посвящение и скинии на служение. Окропил народ, окропил книгу, окропил святилище. Это в истории была первая Ханука. Посвящение и скинии Моисея. Потом Ханука повторилась когда, в какую эпоху? В эпоху Соломона, когда посвятили храм стационарный. Потом Ханука повторилась в эпоху после плена. Мы читали книгу Ездры, книгу Неемии. И потом Ханука повторилась в 2 веке до н.э., когда снова посвятили храм оскверненными язычниками. Посвящение народа, посвящение храма, посвящение святилища. Вот главный смысл этого праздника. И в этой же книге, в послании к евреям, этот глагол «энкайнизу» используется еще раз. Прочитаем стихи с 19 по 23. В 10 главе с 19 по 23. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести, и амыв тело водою чистою, будем держаться исповеданию пования неуклонной, ибо верен обещавшей. Где еще и как переведено это слово? Посмотрите, пожалуйста, на 20 стих. Евреям 10, 20. Кто распознает «энкайнизу» здесь? Да, спасибо. Два слова «вновь открыл», то есть дословно «посвятил». И о чем здесь идет речь? О посвящении чего? О посвящении небесного святилища. Спасибо. Последняя Ханука в истории Вселенной имела место, когда агнец Божий был заклан, потом воскрес, и когда Иисус вознесся на небо, принял регалии первосвященника. Он вошел и посвятил, подобно вот Моисею, который в свое время осветил ковчег завета во святая святых, завесу, жертвник курения, стол, минору, и все иные предметы. Точно так же однажды во исполнении всех этих прообразов прообразов. Иисус вошел в небесное святилище, и Он обновил, посвятил, Он начал, помазал, начал служение там. Вот это Ханука небесная, которая представляет собой начало служения в небесном святилище. То есть, здесь перед нами описание посвящения небесного святилища, открытие доступа в него, а также призыв, очень важно, призыв посвятить себя на служение Богу и пользоваться, и входить в небесное святилище, и приступать туда с дерзновением. Праздник обновления. Сегодня начальная базовая информация. Это праздник посвящения святилища и народа, и человека, каждого в отдельности, на служение Богу. Это праздник Божьих деяний, праздник Божьих чудес в жизни человека, в нашей жизни. И Господь задает вопрос, посвятишь ли себя, будешь ли служить, станешь ли ты моим храмом на земле? 1 Коринфянам, 6 глава стихи 18-19. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа?» 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи?» Последний вопрос остался. Кто из вас свою хануку личную уже отпраздновал? Кто посвятил свой храм, храм Святого Духа, Богу? Кто посвятил себя? Личная ханука – это последнее, что должно состояться в опыте каждого человека, который открывает себя навстречу Богу. Аминь.